приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами мы уделим внимание вещам и предметах которые говорят о том что у вас есть порча обязательно просмотрите это видео от начала до конца друзья будет очень много полезной важной нужной информации для каждого человека а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации вы знаете вещи в нашем доме или в квартире которая указывает на то что на вас навели порчу и мы очень часто к сожалению даже не осознаем того что вообще произошло и вы знаете самая частая причина подозрения воздействия сглаза или порчи возникает именно тогда когда у человека спонтанным и без без на то веских причин ухудшается состояние его здоровья но конечно есть и другие признаки которые могут нам указать на их воздействия когда у человека начинается не очень хорошая полоса в жизни и он начинает думать что причина таится в сглазе и или наведенной порчи и поэтому очень важно знать и понимать какие признаки могут указывать на их наличие самым интересным является то что негативное влияние сглаза или порчи может исходить не только от недоброжелателей но и от близких людей тех людей которому вы доверяете и знаете что вы и можете довериться но возможно они делают это неосознанно порча это направленное магическое воздействие на человека с целью причинения вреда конечно же кто-то обращается к специалисту по черной магии а кто-то действует самостоятельно но правильно наведенная порча крайне губительно влияет на здоровье человека и даже на его жизнь не говоря уже об удаче или а финансовой стороне любого вопроса конечно же существует несколько распространенных предметов с помощью которых как правило наводят порчу и если вы обнаружите в доме или на работе то необходимо срочно от них избавиться и так что же это может быть ну во первых земля земля особенно насыпанная под порогом знаете эта земля несет в себе энергетику смерти для порчи обычно ее берут со свежей могилы для для того чтобы снять такую порчу необходимо всю эту землю собрать в землю этим веником а после того как вы соберете к веник лучше сжечь а землю землю отнести на кладбище проводя уборку обязательно читайте молитву или слова магические для снятия порчи далее это соль и соль как и земля подсыпают под коврик как правило у двери или на порог это порча гораздо легче правда чем земляная соль собираем любым способом и высыпаем подальше от дома или сливаем вы не то столько пожалуйста ни в коем случае руками мы ничего не трогаем если если вы хотите еще себя обезопасить можете взять резиновые перчатки далее что еще может говорить о наведенной порчи это игла это могут быть булавки это могут быть какие-либо острые железные предметы эти вещи несут негатив и всем обитателям дома это порча можем может быть на болезни или например на разлад и распад семье обычно такую иглу втыкают в незаметном месте в стенку или подбрасывают под напольное покрытие обычно такой предмет к сожалению можно обнаружить только случайно а чтобы снять такую порчу необходимо сломать иглу но обязательно защитите свои руки и закопать ее как можно дальше от дома также напоминаем вам что ни в коем случае мы не берем иглу либо кок любой колющий предмет который подозрительный руками нужно обязательно одеть резиновые перчатки далее огарок от свечи это как правило тот огарок от свечи на который читали определенные слова и это может разрушить здоровье или отогнать удачу найденный остаток свечки нужно отнести в церковь и прочитать обязательно молитву за здравие далее клок волос волос и обычно волосы подбрасывать чтобы рассорить влюбленную пару а чтобы снять такую порчу надо разрезать волосы и сжечь а пепел смыть в унитаз при этом такие ножницы также нужно закопать землю далее вы можете у себя в доме найти записку с непонятными символами которая будет воткнута в косяк двери или как вариант найдено под ковриком у двери и является это порчей на одиночество или даже возможно проблемы с психическим здоровьем если вам важно понять что означает написано то обязательно обратитесь к специалисту по эзотерике но в любом случае не уделяйте этому много внимания нашли такую записку ее необходимо сжечь следующее что у вас в доме может появляться например денежные купюры и денежные купюры тоже могут быть инструментом порчи на кражу или на финансовые убытки вот здесь очень стоит насторожиться если вы на деньгах увидели зачеркнутый номер или они прошиты черными нитками случае обнаружения таких денег их нужно сжечь а пепел закопать в землю очень часто после уничтожения найденных предметов тот кто это сделал может дать о себе знать при этом как правило так и происходит течение из опыта течение трех дней этот человек вам захочет позвонить к вам прийти вам вручить даже подарок какой-либо как же найти заколдованную вещь самостоятельно когда вы знаете что имеется порча то приступают к к вещи которые использовали для колдовства нахождение места где можно найти как правило заколдованную вещь проводят в несколько этапов сначала вам нужно с помощью церковной свечи определить примерное место где же находится такая вещь или предмет для этого зажигаем свечу купленную в церкви становимся возле входной двери и далее начинаем двигаться по часовой стрелке обходя все комнаты ближе к стенкам и вы должны замечать те места где свеча гаснет или она трещит или плохо горит после того как обход заканчиваем замыкаем кольцо в том же месте где и начали что же делать с найденной вещью когда подклад будет обнаружен дальнейшая работа с ним будет зависеть от того какую вещь вы нашли потому что это может быть и небольшое украшение это может быть даже игрушка это например может быть магический сверток из перьев каких-то веточек платок в крови узелок землей и многие многие другие предметы если они просто лежали и их никто нику не трогал то такую находку сметаем на картонку если есть четверговая соль четверговой солью он засыпаем это идеальный вариант если нет то берем как каменную соль и не жалеем соли посыпаем также эту вещь мы оставляем на какое-то определенное время или есть другая ситуация если вы вещь активно использовали в быту то над ней нужно прочитать ряд молитв которые используются нами христианской церковью для снятия колдовства и обязательно порченную вещь нужно намочить в святой водичке или обтереть если например мочить нельзя святую вы воду можете заменить только что например набранной водой которая стояла рядом с человеком который читал слова защитной молитвы дело в том что такая вода ее структура она запоминает информацию которая идет от слов и после изменяет свои энергетические свойства какие же молитвы читать от порчи и от сглаза это словословие к своему ангелу-хранителю это молитва святителю тихону это молитва николаю чудотворцу и молитвы иисусу христу поэтому обязательно если вы понимаете ощущаете что у вас что-то не так обязательно попытайтесь найти эти вещи но помните во первых не переживайте не нервничайте не злитесь и ни в коем случае не берите эти вещи или эту вещь предметы в руки это очень важно